Красный, желтый, голубой и железнодорожный район расцвел всеми цветами радуги. В этом году площадь цветников здесь увеличилась в несколько раз. Районные власти и за свой счет украшают улицы и предприниматели стимулируют. Облагородить территорию перед своими магазинами, парикмахерскими и кафе. Но и трава на газонах и вдоль дорог растет на зависть хорошо. Обращает внимание местных властей глава города. Косить поросль необходимо вовремя и чаще. Во время объезда района Олег Фурсов делает замечания и по поводу фасадов домов. Разномастная реклама создает ощущение хаоса и беспорядка на улицах. Все рекламные щиты и конструкции проходят инвентаризацию и незаконно установленные постепенно демонтируются, рассказывает глава района. Собственники все понимают и зачастую идут навстречу. Хлебзавод номер 2 по адресу Спортивный 13. Проведена личная встреча с директором завода. Архитектор района и дизайнер хлебзавода совместно готовят эскизные предложения по оформлению объекта. В части покраски размещение вырезок рекламных конструкций соответствующих концепций. Навести порядок, необходимый в сфере потребительского рынка, ликвидировать оставшиеся незаконные киоски и особенно обратить внимание на магазины на первых этажах жилых домов. Выяснить, как числятся эти помещения по документам, как квартиры или объект торговли. От этого зависит сумма налогового сбора, деньги от него идут в районный бюджет, а значит появляется возможность решать нужды района. Большая роль в этой работе отводится членам общественных советов микрорайонов. Именно они должны убеждать собственников частных домов и предпринимателей легализовать свою недвижимость и вовремя оплачивать все налоги, акцизные сборы, арендные платежи. Итоги объезда Олег Фурсов подводят на совещании в районной администрации с управляющими микрорайонов. По сравнению с прошлым годом ситуация в районе изменилась в лучшую сторону. Это и визуально я обратил на это внимание. И во встречах с жителями такая информация звучала, в трех дворах мы были. Поэтому, конечно, это радует. Но еще раз хочу сказать, темпы недостаточно высоки. У нас осталось меньше 320 дней до чемпионата мира 2018 года. Времени крайне мало. И еще раз подчеркну, моя задача обратить внимание руководства района на небрежности, на неточности, на неаккуратность, на неряшивость, которая присутствует. Вместе с тем многие жители самостоятельно заботятся о порядке в своих дворах. Три особо отличившихся на субботниках двора получают приз – оснащение системой видеонаблюдения. Это сделает территорию более безопасной и обеспечит поддержание порядка.